Принято говорить, что о вкусе не спорят, но люди только и делают, что спорят о нем. В этот спор решили ввязаться и мы, канал ИТОН ТВ. С вами Мишель и стильные штучки на канале ИТОН ТВ. Вкус это мускул, который можно тренировать, говорил Конфуций. А сегодня поспорить на эту тему к нам пришел потрясающий человек Александр Френкель, тренер сборной Израиля по ушу, а также философ чая. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Мишель. Вот все-таки чай это философия, на мой взгляд. Чайная церемония, мы слышим очень много этих слов. Мы знаем, что чай бывают с разных мест. Есть масса интересных штучек, которые вы поставили на стол. Много сортов. Помогите нам навести порядок в голове. Что вы сейчас делаете? Давайте начнем сначала, поймем, что такое чай. Да. Вот чтобы вы понимали, заваливая чай, вы делаете экстрацию тех веществ, которые находятся в самом чайном листе. То есть вообще чай это уникальный напиток, подаренный нам природой. Китайцы считают богами. А если говорить вообще, то есть чай это прежде всего аромат. Вот попробуйте. Пахнет черносливом, на мой взгляд. Черносливом и зеной. Я хотел сказать совсем о другом, что у каждого чая, вот вы вино любите? Да. С чего начинается? С вкуса, конечно. С оботребления вида? Открытие вкус. С аромата, правда? У каждого вина свой аромат. После этого мы говорим уже о его вкусе, о послевкусе и других вещах. Вот чай тоже очень благородный напиток. Наверное, старше немножко вина. Да? Угощайтесь. Нужно что-то говорить, когда пьешь чай. Нужно, знаете, там применим, говорим, лихаем. Вот мы сейчас вернемся к вопросу церемонии. Можем сказать и лихаем, если хотите. Давайте. Во-первых, у нас Новый год скоро, поэтому там, чтобы у вас был прекрасный Новый год. С наступающим. С наступающим. Вы прекрасный подарок делаете нам и телезрителям. Кстати, вот вы пьете сейчас один из сортов белого чая. Сразу немножко отличается. Чем отличается белый чай? Вообще, как бы, вот люди не знают. Белый чай – это чай, в котором присутствует почка. Вот видите? Такая вот беленькая, она белого цвета, поэтому… То есть, обязательно наличие почки. Вот вы смотрите, собирается листочек. Есть несколько сортов белого чая, когда собирается только почка, один листочек с почкой и так далее. Почка… То есть, верхняя часть, практически, не листовая. Про часть всегда мы говорим только верхняя часть. Здесь обязательно листья есть. Вот, это уникальный сорт. Как бы я из белых, чего я больше всего люблю, это баймудань. Вот. В почке присутствует огромное количество витамина Си. Поэтому, если вы чувствуете сейчас во вкусе, легкая такая кислинка, как будто капельку лимона этого капнули. Немножко кисловато. Да. А почему называется белый? Так вот, поэтому есть. Посмотрите, почка. Какого она цвета у нас? Беловатая. Да. Но сейчас мы вернемся еще к сортам чая. Так вот, о церемонии. Понимаете? Церемония – это какое-то вот некое медитативное действие, где важен ритуал, но не важен вкус. И церемония… Вот, например, мои друзья китайцы, они говорят, что в Китае нет церемонии чая. В Китае есть культура чаепития. Вообще, есть такое понятие чадао, как бы, та же самая, путь чая. Иногда этим термином обозначают саму чайную церемонию. Но вообще, как бы, вот когда китайцы открыли чай, они его долго употребляли вообще не как напиток, они употребляли его как лекарство. И чай был открыт как лекарственное растение. На самом деле, вот если вы в курсе этой известной легенды, великий, один из первых императоров, точнее, первый император Китая, великий Шэн Нун, который подарил людям и плуг, и земледелие, научил обрабатывать землю и кучу других вещей. Вот он, по легенде, обладал прозрачным желудком, нефритовым таким животом. И он смотрел, как туда бросал всякие… Как взаимодействовать его телом всякие правила. Да, как это все влияет на человека. И по одной из легенд, вот когда он отравился ядовитыми растениями, он уже собирался умереть, и капля разогретой росы, стекла с чайного листа, упала ему в рот. И он увидел, как эта капля начала бороться с всевозможными ядами в организме. Поэтому вот одно из действий очищающих чая, настоящее, это вот как бы противоядие. Но врачи вот все время спорят, на самом деле, они спорят антиоксиданты все-таки чаю, или у них есть какой-то кофеины, которые нас заставляют там активировать. Давайте к этой теме вернемся потом. Так вот, мы говорим о чай, да? Чай использовался какое-то время только как лекарственное растение. Ну, как же, как в России используются очень многие другие лекарственные растения. Мать-и-мачеха, пижма, береза. Подорожный, календовый и так далее. Вот, так вот, в какой-то момент чай становится напитком. И что важно для нас, китайские императоры хорошо понимали в чае, любили чай, пили чай. Вот, например, одному из императоров принадлежит фраза, когда вот ему не дали утром чая, он встал и ушел. Придворный сказал, император, страна не может и одного дня без императора. Он говорит, император не может и одного дня без чая. Вообще, как бы, главный постулат сделать чай как можно вкуснее для себя. Не для соседа, не для кого-то еще, а так, как вам вкусно. И, то есть, вообще, борьба идет за именно приготовление, изготовление вкус чая. То есть, люди, которые занимались чаем, вот возьмитесь, мы возвращаемся к вину, заходите в хороший винный магазин, огромное количество вин. Правильно? Почему? Есть много людей с разными вкусами. Абсолютно верно. Это вино вам нравится, это не нравится. Оно не обязательно плохое. Просто оно не ваше. То же самое произошло с чаем. Люди начали бороться за вкус чая. Потому что, тем более, императоры проводили соревнования, то есть, в Гугуне, в запретном городе, в Китае проводили чайные соревнования. И лучшие чаи могли попасть туда. И император был главным судьей. Но в винах, вот хороший пример, там есть все-таки такой момент, как, ну, святые коровы такие, например, церковное вино всегда как гора, но всегда сладковатое, потому что детям дают, да, еще в колыбели. Или, допустим, опять же, евреи пьют шабадное вино, тоже сладкое, обязательно, никогда не кислое. Хотя можно выпить кислое, но всегда оно сладковатое. Вот, допустим, в чае. Все-таки культура чая, она же происходит не только, она, конечно, там императоры, потом-то сошла в народ. Но меня всегда поражало в России, тут ярко выражено. Ты приходишь в ресторан, подходит официант и спрашивает, какой чай будете пить? Я говорю, какой у вас есть? Они говорят, есть черный, есть зеленый. То есть, по цвету они определяют сорт. На самом деле, во-первых, когда вы, если вы помните, Израиль лет 20 назад, если вы заходили в ресторан и спрашивали, какое вино у вас есть, вам говорили белое красное. Или красное, да. Более продвинутым говорили мерлое, кабарне-савиньо. Да, совершенно верно. Абсолютно не учитывая, что кабарне-савиньо не название вина. То есть, сейчас уже немножко изменилось. Вот мы возвращаемся к этой теме. То есть, на самом деле, чай очень популярный напиток. То есть, фактически, если говорить об употреблении, наверное, второй после воды. Но информации о чае практически у людей никакой нет. То есть, если вы идите на улицу и спросите у людей, что такое чай, то никто об этом ничего вам толком не расскажет. Нет, в России скажут, это такая пачка большая со слоном индийский. Не обязательно. Или в России, кстати, лучше понимают чай. А в Израиле скажут, вот такой в пакетике, который там быстро кинул и так далее. Что, наверное, вы вообще за чай не держите. Но это мы тоже отдельно можем поговорить. Так вот, я могу больше сказать, что в китайце, большинство китайцев тоже ничего не понимают чай. Они его просто употребляют. Так вот, изначально чай – это листья чайного дерева. Но это не просто одно дерево, это большое семейство, камелия-синисис. И представьте, это те же яблони. От маленьких карликовых до больших. Каждая яблоня дает свой вкус, размер, цвет яблока. Соответствующим образом каждый сорт чайного дерева. Причем они бывают до шестиметровых деревьев. В Юнане вот те деревья настоящие, из которых собираются пуэр. А пуэр что такое? Я знаю, но я хочу, чтобы вы все рассказали. Давайте постепенно. Нет, если вы назвали это слово, я хочу, чтобы вы объяснили людям. Мы сейчас все поймете, о чем мы говорим. Так вот, есть различные сорта деревьев. Что влияет на вкус чая? Сам сорт дерева. Место его произрастания. То есть переносим то же самое дерево совершенно в другое место. И получается совершенно другой сорт чая, вкус и аромат. Это то же самое, как с вином. То есть определенные сорта вин делаются только в определенном месте. В другом захотели бы, не сделали. Классический пример – Тайвань. Когда часть китайцев уходили с Чайканши в 1948 году, то очень большая часть ухожедших с ним – это жители провинции Фуцзянь. В Фуцзянь делаются чаи, улунские чаи. Один из самых известных – это тагуаин. Они взяли чайные саженцы и решили сделать там продолжить изготовление тагуаина. Те же самые деревья, те же самые руки. Другой микроклимат. Другая почва. Да. А уход не меняли? Те же самые руки, те самые люди. И они посадили деревья в нескольких местах на трех горах. Появилось три новых сорта чая, изготовленных по той же технологии, с другим ароматом, вкусом. Они между собой три отличаются. Так вот, микроклимат очень важен. Так же, как время сбора – это тот же самый микроклимат. И теперь наступает очень интересная вещь, которая влияет на вкус чая – это степень ферментации. Процесс химический сродни брожению вина, но на самом деле все очень просто. То есть берется, когда срывается чайный лист, вот они, листья, да? То в самом соке чайного листа под действием кислорода начинается процесс. Брожение. Да. Его надо остановить. Если мы останавливаем это быстро, чай получается слабо ферментированный. Далее постоять немножко на воздухе еще, чай получился полуферментированный. Далее еще постоять сильно ферментированный. И еще чуть-чуть постферментированный. Так вот, чтобы вы понимали, зеленого чая не существует. Поясню. Вы приходите в винный магазин и говорите, я хочу красного вина. Есть такое вино? Конечно. Вы уверены? Не знаю. Я говорю, что не говорят мои глаза. Вы видели когда-нибудь сорт вина, который называется красное вино? Нет, красное вино нет, но это происходит за счет шкурки винограда. Красное вино это большая группа вин, в которой есть еще и подгруппы, как сухое, полусухое, правда? Ну, незаконно. И они находятся красными. И красное сухое это тоже не вино. Это большая группа, а когда вы назовете определенный сорт вина, там, гамла, там, кабарне, савиньон, яарден, какого-то года и так далее, вы уже получите определенный вкус. То есть вообще, когда мы говорим название определенного продукта, мы произносим кодовые названия вкуса, правильно? Вот так же можно сказать сыром. Вы приходите в сырную лавку, там огромное количество сыров, произнося определенный сыр, вы произносите определенный вкус. Но для меня в данном случае это не совсем так. Вот я скажу лично для себя. Для меня очень понятная разница между вином сухим, полусухим и сладким. То есть, во-первых, эта разница исключительно вкусовая. То есть это более сладкое, это не сладкое совсем. То есть, как бы я понимаю эту разницу исключительно так. Может быть, я не прав. Ну, многие гурманы и любители вина поспорят с вами, потому что если взять 10 разных сухих вин, то у них будет совершенно разный аромат, вкус и так далее. Так вот, возвращаясь к чаю. Зеленый чай – это не чай. Это огромная группа чаев, которая делается в 19 китайских провинциях, то есть совершенно разные микроклиматы. Объединяет их только одно, что листья сушат примерно через 20-30 минут после сбора. То есть, китайцы могли назвать 1, 2, 3, алиф, бет, гиммель и так далее. Они разделили по цветам. И как результат это кардинально меняет вкус. Да, и разделили по цветам. Получились белые, желтые, зеленые – это слабо ферментированные чаи. Бирюзовые, их еще называют улун-ча, это полуферментированные чаи. Потом красный чай, то, что мир больше знаком, как черный. Но по китайской классификации это красный. Это уже сильно ферментированные. И постферментированные чаи. К ним относятся различные черные чаи, включая черный пуэр. Постферментированный. Пуэр – это вообще отдельная история. То есть, опять-таки, когда вы произносите какое-то название, например, коньяк, то это абсолютно ничего. Когда вы говорите «Хенеси», «Хсоу» и так далее, это уже конкретный определенный коньяк. То же самое пуэр. Пуэр – это очень определенное название. Группы чаев, которые собираются в провинции Юнань, делаются по определенной технологии. Причем пуэры разделяются на две группы. Это «Шене» и «Шу». «Шене» – это зеленые пуэры, «Шу» – это черные. То есть, вообще, если мы говорим о пуэре, вот, чтобы вы понимали. Вот это вот. И есть один из, кстати, самых лучших и важных пуэров. Посмотрите, это листья. Причем это не просто листья, это листья, собранные из древних деревьев, которым более тысячи лет. То есть, это то, за чем сегодня в Китае идет охота. То есть, это самый ценный сыр пуэра. А сколько может стоимость доходить, допустим, самого дорогого чая? Ну, я видел самый дорогой чай, который я видел, это было порядка 60 тысяч долларов. За килограмм? За 350 грамм. Да, за 350 грамм. Да, вообще, это парадиск пуэра. А в Китае вообще все меры, как бы, за полкило, за и дин. Горьковатый немножко, горький привкус. Ну, это терпкий пуэр, ну, как бы, его не надо жевать, а заваривать. Там совсем другая история. Скажите, ну, вот мы знаем, что шампанское вино, например, если оно не в шампании, оно уже шампанским не считается. То есть, это говорит о том, что я, допустим, в Израиле никогда не смогу произвести собственный пуэр. Абсолютно верно. Я не китай, не живу на этой горе. Вот один из самых популярных зеленых чаев, Лунзин. Он делается только в одном месте, и он очень популярен, он раскручен. То есть, есть чаи, которые поддерживаются рекламой государства и так далее. Их больше ни в одной провинции Китая. В общем, Китай, он делает подделки на все, что можно и так далее. Вы знаете, когда появляется кофточка на юге, если она популярная, на севере появляются 10 заводов, которые начинают производить точно такие же кофточки. Была какая-то шутка, что когда Господь создал землю, человек и так далее, он пошел отдыхать, потому что остальное будет сделано в Китае. То есть, каждый чай делается строго в определенном месте, как бы ни хотели его поддело сделать, получить этого нельзя. Поэтому в Израиле у нас может быть какой-то свой израильский чай, что я очень сомневаюсь. А как же быть вот с грузинскими, с индийскими, с английскими? Давайте начнем с истории. Чай, Китай. Это уже никто не спалит, правильно? Родина, чай, Китай. Вот китайские императоры любят чай, соответствующий образом все придворные и так далее. Все богатые люди, а в Китае в то время образованный человек был равно богатый человек. Окей. Это, кстати, очень сильно влияло. Например, вы знаете, что был период, когда там большие населенные пункты, которые у них деревня, то есть у них деревня могла быть как весь Израиль. Если появлялись какие-то талантливые дети, то все скидывались и начинали его поить, кормить и так далее, чтобы он выбился в люди и стал чиновником. Став чиновником, он поднимал свой населенный пункт, потому что, опять-таки, в Китае был период, когда, чтобы получить определенную должность, можно просто было сдать экзамены. То есть хотите быть министром образования, приходите, сдавайте экзамены. Это очень сильно подтолкнуло саморазвитие. И поэтому, естественно, все чиновники были в тот период достаточно образованные люди. Вот образованные люди, интеллигенты, то есть погема, пьет чай. Те, которые работают, просто люди тоже его пьют. Но те, кто работают с чаем, что хотят сделать? Хотят сделать как можно лучше, найти свой покупатель, найти свой вкус, не похоже ни на что. Идет борьба за качество и вкус чая. В Китае закрытая страна, чай вообще запрещен к вывозу. И внутри рынок очень большой, сам внутренний. И люди, которые его делают, они делают, то есть много экспериментов, в результате практически на тот период научились делать более 2000 сортов чая. Чем отличается один от другого? Вкусом, ароматом и так далее. Каждый для своего покупателя. Вы можете выбрать все, что вам хотите. Примерно в 1634-35 год чай одновременно попадает в Португалию, в Россию, в Англию, в Голландию. Если мне не изменяет память, первые португальцы начали торговлю чаем, подхватили голландцы, потом англичане. И вот те, кто торговали чаем, понимаете, да, что это примерно 300 лет тому назад, а Китай уже пьет чай более 2000 лет. А как же вот знаменитый английский чай, там English Tea, это вот прямо один из... Вы когда-нибудь видели, что бы чай рос в Англии? Вот в этом-то и я, поэтому об этом спрашиваю. Идем дальше, да. Вот что происходит. Люди, которые... Чай, это очень большой бизнес, чтобы вы понимали. Невероятный бизнес. При этом очень низко, когда я говорю, информировать самонаселение. То есть в тот момент, когда вы живете в какой-нибудь стране, где слышали, что Мерседес очень хорошая машина, но никогда вы ее не видели, то вам можно привезти Запорожец, объяснить, что это Мерседес и продать еще по цене Мерседеса. То есть вы изначально считаете, что все чаи, которые были привезены, экспортированы в свое время во все страны, кроме Китая, они все недостаточно хороши? Я не сказал, что все, но вообще в Китае существует даже такая поговорка, что хороший чай пределов Китая не покидает. Окей. Тут совсем другим делом связано, не с качеством, а, понимаете, чтобы заплатить за вещь очень много денег, нужно не только обладать большой суммой денег, надо знать, что вы платите. Чай, это экстракт листьев, камелия, синитис, все, это чай. Все остальное, это напитки, компоты и так далее. Так вот, возвращаясь к бизнесу, люди, торгующие чаем из Китая, закупающих, понимают, что китайский чай — это очень плохой бизнес, очень мало и очень дорого. Чай в Китае был очень дорогим напитком всегда. Находятся аналогичные деревья в английских колониях, вот вам, пожалуйста, Сейон, Индия. Берется технология с юга Китая, в основном с Юнаня, для производства темных чаев, потому что они терратные хранения в температуре, и начинается производиться чай для всех с больших количеств, желательно подешевле. То есть, пошел, шерпотреб. Промыли чай, очень важно. Мы уже промыли, мы теперь завариваем. Но я учусь просто, я хочу запомнить все процессы. Теперь мы его завариваем. Почему, заметьте, хороший чай отдает свой вкус очень быстро. Вы видели, сколько времени я завариваю чай? Секунды, секунды. То есть, экстракция, то есть, если чай свежий и правильный, настоящий, да, и так далее, он отдает свой вкус почти мгновенно. Вот эта вот чашечка для именно вот гунфуча, то, что называется в Китае, некоторые считают, что это для церемонии, но вообще на самом деле это для определения наилучшим образом аромата чая. То есть, вот отсюда вы сейчас возьмете, снимете, попробуете аромат, а из чашечки вы попробуете вкус. А можно вам вопрос один задать? Вот скажите, вот люди, которые не ездят в Китай, вот они не научены все это теперь, можно уже открывать, да? Да, конечно, конечно. Значит, где они могут, ой, как он бурлит, интересно. Вот так, по кругу просто. А, по кругу надо водить. Возьмите в нос, все. Да, все, это в нос. Ой, какой запах потрясающий. Вот это вот для раскрытия аромата. Да, прям запах весны. А теперь вы можете взять чай. Вы видели, кстати, сколько раз я заварил один и тот же чай, который не теряет вкус. Многократно. Ой, он сладковатый. Абсолютно верно. По вкусу сладковатый. В любом хорошем чае есть, присутствует сладость. Я могу, кстати, его заварить, он будет терпкий. А вопрос у меня такой. Где человек несведущий может приобрести эти сорта? Удивительно, потому что мы приходим в супермаркет, там вот нам продают в пакетик. Мы их привозим, продаем. Если это не коммерческая реклама. Хорошо, а помимо этого, допустим, человек может просто, допустим, заказать по интернету хороший чай, а посуду у него нет, и заварить это в чашке? Не может. Не может. По интернету заварить, получить хороший чай. Смотрите, очень сложно купить хороший чай. Я больше вам хочу сказать. Даже приехав в Китай. Могут обмануть. Не могут, а сто процентов обманут. Купить хороший чай, это процесс. Невозможно. То есть вас обманут сто процентов. Но специалисты здесь необходимы, никуда не денешься. Понимаете, то есть определить, вот я за более 20-летнее, так сказать, знакомство с чаем, я могу большую часть чаев, во-первых, не только определить качество, но и знаю, сколько он будет стоить, его рыночную стоимость. Значит, нужно обязательно с профессионалом иметь дело. А вы чайник очень интересный принесли, мне просто очень интересно, что это. Я знаю, что он какие-то безумные деньги стоит. Мы снимаем или мы рассказываем? Мы снимаем, конечно, а как же. Это ясинская глина. Значит, это уникальная вещь, и как бы это первый случай в истории, когда вдруг посуда стала произведением искусства. То есть до этого произведением искусства были каллиграфия, картины, все прочее. И вот это тот вариант, когда мастера стали ставить клеймо. Да, вот на ясинских чайниках клеймо. Кроме того, что это уникальное. Повыше я хочу посмотреть просто. Да, пожалуйста. Да. Осторожно. Вот он легкий, чувствуете, какой он легкий? Я знаю, сколько вы сказали, полторы тысячи долларов стоит такая штучка? Ну, на самом деле на рынке он бы стоил порядка пяти тысяч долларов. Нифига себе. Потому что это уникальная работа, уникальная глина, наверное, уникальный состав. Я вам объясню. Во-первых, сама глина по себе уникальна, она максимально раскрывает вкус чая. Именно в нем особый вкус. Да, то есть до определенного момента чай стоит стоимость глины, а потом стоит уже сколько работа мастера. То есть, вообще, чтобы вы понимали, кусок глины на такой чайник самому мастеру стоит сегодня порядка 100 долларов. Я хочу показать просто, в какой он коробке упакован вот так. Саша его никому не дает, держит просто близко к сердцу, чтобы вам было понятно, дорогие телезрители. Дорогие чайники бьются с той же скоростью, что и дешево. Смотрите, должно быть два чайника. То есть, чайник, который мы завариваем, это может быть вот этот, вот этот, любой другой. То есть, вот такой тоже сойдет, да? Да, в чайник, который мы сливаем, абсолютно. Вопрос в том, что чай должен оставаться без воды. Чай нельзя долго... Вот вариант... Вот чай, после того, как мы его завариваем, посмотрите, нет воды вообще ни единой капли внутри. Абсолютно. В чем проблема? То есть... А хранить можно или вот заварили и отпили и в помойку? Ну, вообще, лучше в течение вот этого процесса пока выпили и в помойку. Но можно в течение дня. Какое чудовище китайское покупать? Ну, это для красоты, это вот уже для выпендрежки. Меняет цвет, когда кипятком его поливать. Так вот, мы говорим о чем? В России, помните, как чай? Настаивали очень долго, получали горький невкусный напиток, который... Чифири или еще даже. Да, пить нельзя, поэтому добавляли туда сахар, еще чего-то и все прочее. Так вот, хороший чай, он отдает свой вкус почти мгновенно. Кстати, посмотрите, вот какие листья, вот они уже сейчас... Да, уже настоящие листья. Вот те самые почки и так далее. Это все свеженькое. Славит сна, посреди зимы. Хороший чай собирается руками, сохраняется полностью целостность листа, и перенастаивать, перезаварить чай, это его и испортить вкус, и по китайской медицине получить вредный напиток. То есть тот момент, когда... Вот чай может быть терпким, чай может быть легким, чай может быть очень насыщенным, но когда терпкость перешла в горечь, это уже не полезный чай. То есть, понимаете, вот, например, этот чай, он очень терпкий и насыщенный. Вот этот, вот настоящая весна, на самом деле, это вот это. Хотите заварю? Хочу. Заварите, и мы с вами выпьем за Новый год. Вот. А вот это вот очень классический китайский мусор, кстати. Это банка. Это чай для здоровья. Он продается, вот эта популярность вот в России. Да, номер один сейчас. Да, вообще, как бы, на самом деле... В России очень любят всякие волшебные палочки. Вот, сейчас я вам покажу. Здесь вот, понимаете, определить, что такой хороший чай... Но он похож на опилки уже прямо даже. Да, там и есть набор опилок, еще чего-то намешано. Вот, когда вот разварится, можно будет увидеть, что там происходит. То есть тут я даже так, я достану, потому что, чтобы было видно, вот такая таблетка, да? Да. И вот она вот просто совершенно, вот, опилки опилками. Понимаете, чай это очень большой бизнес. То есть, что мы представили. Вот даже вот на моих руках это можно увидеть. Прямо опилки. Если вы вспомните... Страшно. То есть война... И запах стога, просто стог в чашке. Война за освобождение Соединенных Штатов началась с войны за рынок чая. Бостонское чаепитие. Знакомое? Знакомое, конечно. Вот, то есть, попробуйте аромат. Вот это вот... Специалисты говорят, что аромат этого чая дороже его... Вау, вот это да. Вкуса. Вот я очень... Как это называется? Это тегуаин. Значит, это трудно мне. Запишите. Тегуаин. Вот этот чай, который... Опять, тегуаин, а в Китае делается очень много. Есть тегуаин, который стоит 100 тысяч долларов за полкило. А есть тегуаин, который стоит пару долларов за те же. Вот. Так вот... То есть, тут все очень... С чаем очень все непросто. Да. То есть, поскольку информации мало, у людей знаний мало, то без... Либо надо доверять у того, кого покупаешь, либо нужно получать очень серьезную консультацию. То есть, вообще научиться разбираться в чае очень легко. А через интернет никак не разберешься. То есть, если почитать, узнать побольше знаний... Если вы никогда не пили вино, и вам принесли бокал вина, вы можете определить хороший, но и плохой. Нет, нет, надо проходить. Максимум, что вы можете сказать, нравится или не нравится. Вообще, грубо говоря, хочешь жить стильно, учись. Это без учения, повторимое учение. А вот, чтобы понять, что такое хороший чай, нужно просто перепить огромное количество чаев. Скажите, а что для вас стиль жизни? Вот. Вы такой знаток и любитель чая. Для вас существует какое-то определенное определение? Ну, я никогда не задумывался на эту тему. Скорее всего, это какой-то определенный образ жизни, какой-то набор стандартов. Стандартов философских? Нет, вы можете ходить в одной и той же одежде, делать какие-то определенные привычки. Но быть гурманом человек обязан. Разбираться в хороших продуктах обязан. Ну, нас наградили чувствами, понимаете. И одно из них — это осязание. Мы можем различать запахи, вкусы, мы можем этим наслаждаться. Мы наверняка продолжим разговор о чае, потому что это бесконечная тема. Это целая философия. И уж тем более, что у нас есть возможность общаться с таким потрясающим знатоком и человеком с огромным количеством знаний, с Александром Фрэнкелем. Ну, а пока мы вас поздравляем с Новым годом, с наступающим. И пусть у нас будет прекрасный, философский, добрый и спокойный год, потому что вы нам подарили потрясающее совершенно знание. Спасибо вам большое. То есть, и с Новым годом. Стиль — это простой способ размышлять о сложных вещах. Мы продолжим мыслить, выходя за рамки стандартов. Живите стильно. До встречи на канале Итон ТВ.